Добрый вечер. Сегодня моя заключительная лекция, рассказ о периоде, который на самом деле не очень хорошо исследован, а как выяснилось, мы очень много чего не помним и вообще этим периодом практически не интересуется. Этот период определяется годами с 1987 до 1991 год. По сути, этот раздел 1991 года обозначает то, когда город был переименован, страна изменила свое название и все достаточно легко поменялось. В том числе и фотографии. А начало это, естественно, перестройка. Начало перестройки, официальное ее объявление. И я думаю, что кто-то какие-то события из этого времени помнит, но в большинстве случаев возможно, что для вас это время вообще не несет никаких воспоминаний. И вы не можете представить, скорее всего, что это такое было. Даже если смотреть какие-то документальные фильмы, зачастую все эти события должны переживаться изнутри. Мы сегодня посмотрим на фотографию, которая была в тот момент. Высок непростой, но довольно-таки интересный момент. Дело в том, что 1997 год, 1987 год, это только время, когда налаженная система фото-клубов, налаженная система профессиональной фотографии, налаженная система взаимоотношений между фотографами, по сути, резко начинают меняться темы, которые их интересовали. И вот это направление искусства, например, оно становится неартуальным. Медленно начинает все меняться. И в очередной раз, как в 20-30-х годах, на волне вот этой перестройки, на передовые позиции выходит и показана фотография. Или, можно еще говорить, вот и журналистика. То есть все меняется. По сути, чтобы было понятно сразу же, это приводит к тому, что в 1995 году практически творческая фотография в Ленинграде замирает. То есть количество людей, которые в ней активно работают, считается, там, ну, может быть, десятка людей. Количество выставок, которые происходят в 1995 году в городе сокращается, ну, где-то, наверное, до 5-6 выставок в год. Представляете, что это такое? Наверное, сейчас это не представить вообще, потому что это, ну, просто было нужно представить за тех объемов фотографий, которые есть сейчас. На самом деле, люди просто не думают. Вот. Но начнем мы вот с этого слайда, который вы уже смотрите, и я его просто кратко прокомментирую, чтобы перейти к другому. Дело в том, что в 1986 году, а это публикация из журнала 1986 года, посвящена она была такому важному событию для Ленинградской фотографии. Это первая за предыдущие, да, порядка шестидесяти лет, наверное, пятидесяти-шестидесяти, вот так, выставка Санкт-Петербургских ленинградских фотографов в Москве. То есть именно вот такая вот экспозиция, которая показывала всю развертку ленинградской фотографии на тот момент. Вот эта вот статья Олега Сердовольского, картинка из выставки «Мажор в Миноре», она критическая, и она говорит о том, что при всей актуальности этой темы ленинградской фотографии окажется, что она идет не совсем тем путем, потому что самая ценная для того периода 1986-1987 года – это социальная фотография, которая начинает вдруг являться. А ленинградские авторы в основном, и вот кто помнит на самом деле, с чего я начинал, все повторяется, то же самое объявление, что ленинградские авторы порой очень нормально относятся к фотографии, к ее использованию в реальной жизни, и, соответственно, преобладающим, опять же, является пейзаж. И вот когда смотришь на этот взворот, сразу же становится понятно, что, в принципе, это так. Хотя, естественно, московские критики, они очень публитивно вставили пейзажские фотографии в тот момент. Но мы видим, например, работу Александра Мащикова и Исааки, и, соответственно, сразу начинаем задумываться, сколько было снято таких снимков, и сколько будет снято после этого, и как много таких снимков снимается, например, сейчас, в настоящее время. То есть, по сути, это вечный город, вечная тема, и, вроде бы, как бы никуда не отойти. Верхняя фотография справа, она выполнена Павлом Маркером, нынче известным футбол корреспондентом. Вы представляете, что это такое здесь новое. Это такая очень леническая фотография в парке, где идет снег, статуи. Мы понимаем, что это, опять же, любимая тема всех пейзажских фотографов, ну, я думаю, на 2000-х годах, когда, как только идет первый снег, его все ждут, когда он еще неожиданно выпадает, то статуи в садах и парках, они накрываются снегом, вот эта вот романтика таящего, чего-то тихо падающего, и великая. Грусть, правда, возникает такая. Вот Павла Маркерна тоже было это, в какой-то мере, по-видимому, свойственно для того времени. И, в целом, экспозиция на этом строилась. Количество серьезных каких-то вещей, серьезных тем, серьезных фотографий, но небольших. Она, ленинградская фотография, в этот период продолжает экспериментировать с формальными приемами, продолжает работать с таким управлением, которое стало популярным в конце 70-х и достаточно успешно развивалось в 80-х. Это фотографика, которая зачастую была связана с тем, что в середине 80-х можно было уже издавать книжки в различных издательствах, какие авторские, то есть использовать ее как иллюстрацию. Это то же самое-самое начало зарождения этого процесса, освобождения чего-то, что очень тормозило процесс развития в различных направлениях. Этот символ Александра Филиппова мы никогда о таком фотографии не говорили. Дело в том, что в середине 80-х фотографии начинает приходить не следующая генерация фотографов, а такое нудное слово, а генерация, которая достаточно часто применяется к некой школе фотографий. И здесь мы не должны договорить, что школа, но все-таки есть ленинградская школа фотографий или санкт-петербургская, которая затягивая следующее поколение продолжает ту же самую традицию изображение чего-то, что связано опять же с городом, с романтизацией, с какими-то мифами, еще вообще. То есть, соответственно, эта фотография вполне может быть иллюстрация чему угодно, в том числе к произведениям Александра Пушкина, Александра Сергеевича. Но чуть-чуть позже, а здесь мы уже говорим о 87-м году, мы видим, что происходят какие-то визуальные такие вот события, и вы должны опять же понимать, грузиться в эту ситуацию, что до этого момента уличных художников практически не было. Это вы сейчас видите на Ливском проспекте, а до 87-го года никаких художников, которые могли бы там зарабатывать деньги и просто рисовать на улице, это было недопустимо практически. И соответственно, как только они появились на улице, сразу же выстраивались очереди, и вы видите, как все смотрят, как художник рисует. Это такая уникальная ситуация, это событие в действительности. И когда художники вышли на Ливский проспект, это было сверхсобытие, потому что там сразу же культура начала разворачиваться. Играли на гитарах, пели песни какие-то, кто-то читал стихи, неформальные объединения, как бы начинали возникать в таких местах, велись обсуждения. Это все в 87-й год, когда вот совсем уже стало понятно, что что-то меняется настолько, что даже как бы заметно, что меняется уже и жизнь, подтягивается. То есть можно, становится можно что-то делать. В 87-м году, точнее еще и раньше, героями фотографии Ленинградской становятся члены Ленинградского рок-клуба, различные музыкальные группы. И здесь стоит заметить, что здесь в Ленинграде в этот момент происходит такое смешение культур. Потому что сюда приезжает, например, московский фотограф Игорь Мутин, который снимает тех же самых музыкантов в рок-клубе. Туда стекаются музыканты со всей страны. То есть неожиданно город превращается в такой котел, в котором все время что-то кипит, все время что-то происходит. это интересно. Это вот работа Сергея Свешенкова. Мы как-то о нем говорили, но это работа ему совершенно такого раннего периода. В этот период он точно так же становится жертвой этой ситуации, перестроечной, когда в какой-то момент он увлекается наркотиками, и процесс очень длительный, и, соответственно, вот вончик он начинает в какой-то момент замирать, и только возрождается где-то уже в конце 90-х, начало 2000-х годов, он так мощно начинает выступать уже как художник. Вот такая вот работа, которая на самом деле показывает стилистику того, что происходило в то время. Я думаю, что кто вспоминает, например, группу кино, фотографии Алису, то прежде всего будут вспоминать то, что задником для этих фотографий часто являются разрушенные дворы, дома, обшарканные стены. Вот этот конфликт между новым и старым, он все время подчеркивается. Это становится такой как средней визуальной культуре того времени. Еще одна работа с Верешниковой, видите, вот здесь экспериментируют со светом, с фотографией, довольно-таки сейчас будут тоже в направлении фотографии, вот тогда это только из его зарождения. Хотя, в принципе, мы абсолютно точно знаем, что после информации о жизни, например, Пикассо, который занимался юминографическим рисунком, что это было не новое, это просто дало какой-то путь экспериментов, вот так далее. Достаточно неожиданная работа, правда, для того времени. Публикация легко ли быть молодым, то есть это реакция как раз на то, что я говорил. Молодежь выходит на улицу и, соответственно, начинается задумываться, люди начинают задумываться о том, а что же это такое происходит. Потому что до этого момента как-то вот эта вот молодежная субкультура, она никак не проявлялась, а тут она проявилась. Плюс к этому занимается еще в Литве, по-моему, киновник какой-нибудь молодым, это уникальный фильм о рокерах, которые едут на фестивали, выезжают, там как в группе поезда. То есть такая неумеемная, совершенно неостановимая энергия идет от них. Здесь для вас очень важно, что это фотограф Павел Васильев. О нем тоже практически сейчас небольшое количество людей знает, хотя именно он инициировал в Эмиграде такое направление, как психологическая, несубъективная такая фотография, психологический портрет. Видите, работа как раз на него тянет. Они не улыбаются, они не пассируют. Здесь, наверное, все-таки идет такое противопоставление, когда они смотрят на зрителя и смотрят в глаза у каждого свой характер. И вот эта вот картинка прорабатывается на нас, как мы относимся к каждому персонажу. Мы, в общем-то, можем задумываться даже, кто они такие, к каким слоям они относятся в общество. Интересно. Естественно, в то же время, слава Богу, что я, честно говоря, работаю с журналом «Советская фото» и газетами того времени, потому что обвал такой вот крупоской информации становится просто невероятным. Газеты, репоненты, фото-журналисты берут репортажи, снимают, алкоголизм, соответственно, очень новые серии, которые связаны с отрезвителями медицинскими. Чуть-чуть позже будет республизорность. И вот, как вы видите, это была наркомания. Это снимает Юрий Беринский. Снова достаточно интересная личность в эллининградской фотографии. такой свободный достаточно фотограф, который умел находить темы и сейчас, в принципе, может это делать. Темы, которые он снимает, очень жестко и откровенно, потому что когда кто-то снимает, он это переживает. Вот этот вот снимок, который вы видите, а эта публикация у нас, сейчас скажу, 1987 года, того же самого, он практически становится до, я не знаю, до 95-го, до 96-го, таким стандартным кадром, да, который снимает практически все. Я столкнулся с тем, что в 92-м, 93-м году, работая с детьми, не школьниками, а в районе 5-го, 6-го класса, практически каждый пытался снять такую фотографию, сценировку, но, в принципе, он ее повторял, потому что эта тема постоянно рефреном звучала. Молодежь как-то думала, а как сделать шокирующую фотографию? Я сейчас на этот штрим сниму, и у меня сразу же классная фотография получилась. Как ни странно, в этот период, там, с детскими фотографиями, какие снимки точно так же получили, получали высокую оценку, призы, дипломы, и просто уже вот даже с этого уровня фотографы начинали понимать, за что им могут заплатить деньги. Понимаете, да, как бы, начинается менять соотношение фотографии не как к способу, не только как к способу рассказа о чем-то, а прежде всего еще и способу зарабатывания идеи. Профессиональную фотографию в этот момент выходит достаточно большое количество новых людей, и вот в группу «Фото в культе» при доме журналистов, он, конечно, стимулирует появление новых фотографов уже в тот момент. Хотя чуть-чуть позже оказывается, что все они не настолько были востребованы. Это тема в журналистике достаточно быстро ушла, массовая, когда за снимки можно было бы получать какие-то очень большие деньги. Она становится просто опасной в конечном итоге. Евгения Антоненко. И вот здесь мы снова после Слешникова чуть-чуть и Филиппова начинаем возвращаться к искусству. Видите, я не исправлюсь здесь блоками, специально это все перемешано и приближая такие больные темы, которые были тогда актуальны. И вот эти вот спокойные работы, которые больше говорят об искусстве, о размышлении, о композиции, о жанре джеморда, который в конечном итоге потихоньку начинает становиться все более популярным как среди художников, так и среди фотографов. И вот сейчас, когда мы в течение 8 лекций прослеживали историю и фотографии ленинградской, то мы понимаем, что даже в Нутербурге у нас есть своя собственная традиция, такая, которой не было в Москве, например. В теореме сравниваем с Москвой, потому что это конкуренция двух городов, она действительно существовала в тот момент. Сейчас, наверное, в Министерстве. Показываю вам специально об этом джеморде цветные тональности и темные тональности. Вот этот момент для Антоненко, по сути, наверное, является очень важным, потому что, если мы вспоминаем работы Бориса Змилова, который работает в жанре джеморда, в основном все натюрморды темные. А здесь Антоненко использует совершенно другой подход натюрморды. Они становятся светлыми. И вот это повторяется постоянно. Один джеморд светлый, другой темный. Светлый джеморд светлой тональности снимает гораздо тяжелее. Можно очень остро чувствовать свет, его тонкие оттенки. А в темной тональности все гораздо проще. Можно поставить лампу, можно снимать около окна. Немаловажно здесь то, что статью к публикации Евгения Антоненко в Советском флоте пишет Наталья Жилина, жена Бориса Змилова, что заставляет задуматься о том, что в общем-то Антоненко, по-видимому, он испытывал достаточно сильное влияние как жительный, как Смилова. В журнале «Советское фото» появляется вот эта вот серия. Уже был один такой снимок, сейчас мы его увидели. Это фото-кумикус «12 тем». С одной стороны, фотография дала то, что любителям, которые не как бы серьезно занимались направлением художественной фотографии, они могли присылать в Москву журнал «Советское фото» вот такие интимные работы и получать какие-то призы. Вот здесь вот потрясающая вещь, потому что это Валерий Доброхов, по-моему, Валерий Доброхов, который работал в Русском музее фотографом и снимал произведения искусства. И это одна из немногих работ, которые мы здесь можем сейчас увидеть, потому что это не профессиональная работа, это когда фотограф снимает для себя. И в этой ситуации можно утверждать, что, наверное, второй фотограф Петербурга жил такой вот двойной жизнью. С одной стороны, он выполнял служебную работу и занимался профессиональной фотографией, с другой – он все-таки был римиком в душе, и в конечном итоге мы, например, сталкиваемся с тем, что год и четыре назад Доброхов выпустил свою книжку «На свои деньги», в которой как раз опубликовал такие вот прилические сюжеты, которые до этого момента никто не видел. И вот, перестройка, она в тот момент, как только было это слово сказано, она появилась везде, были лозунги, надписи везде, под эти перестройки приходили всякие мероприятия. Здесь, вот видите, такая открытая студия, где снимают ленинградское телевидение, то, как жители города относят тем переменам, которые происходят в стране, обсуждают какие-то проблемы, которые характерны для ленинграда, например. Но прежде всего, конечно, то, что происходит в стране. Это захватывает, люди учатся говорить, говорить открыто, и это очень важный момент, потому что вот этот период, он так показывает, что народ, ленинградцы, они чувствуют, как бы осознают себя личностями, которые могут управлять страной, влиять на то, какой она будет дальше, какую жизнь надо будет жить дальше. Раваэль Мангутов, я показывал, как и его работы, но вот это вот тоже, опять же, уникальная работа, по причине того, что, создавая компликацию, он, естественно, отдал те классические снимки, которые были для него очень важны. Вот это вот еще один фотограф, который работает в жанре «Детюмонта». Удивительно, точно, кстати говоря, выстраивая композицию и сравнивая эти работы с Антосченко, с работами Антоненко, мы абсолютно точно понимаем, что они не схожи. И точно так же, как с Сокниловым, они не схожи. То есть, если журналисты не знали, как получать за информацию, за свою работу деньги, то художники, к сожалению, как правило, не зарабатывали на них. Раваэль печатал работы формата 50 на 60, 60 на 80, натягивал их на подрамники, вставлял в рамы и продавал через художественные салоны, которые тогда возникли. Официально известно, что ему даже в какой-то момент удавалось на это жить. Его работы стоили дорого, так как альтернативы ему не было, потому что никто больше такими вещами не занимался. И у него были достаточно большие связи в этом направлении, которые позволяли ему продвигать свои работы на прямую, зачастую, в интерьер. Это тоже как бы известный факт. Еще работа, еще один снимок Александра Филиппова с таким символическим названием «Ленинковый период». К будущему в какой-то мере это все относится. В тот момент это просто такая формальная красота. Здесь еще стоит сказать, что фотографы Ленинграда выявили совершенно разные его подходы в своем работе. И если, например, Сверов снимал одну тему бесконечную, тему города, то Филиппов снимал отдельными работами, отдельными такими качествами, уникальными работами, которые он показывал на выставках, которые никогда, в общем-то, до конца не складывались с Сирией. Если Сирия, то он не больше трех, например, работ. В то же время мы должны, говоря в этом периоде, вспомнить фотоклуб «Зеркало». Вот там можно прочитать наверху фотоклуб «Зеркало», то «Полидовка». Афиша – одна из немногих сохранившихся фотоафиш, напечатанных на фотобумаге, которая показывает нам, как происходил, еще раз напоминает точнее, о том, как происходил раскол в фотоклубе «Зеркало», после того, как «Круга БАКФ» возникла, а потом, соответственно, вступив в конфликт с председателем клуба, покинуло фотоклуб, хотя и не полностью, а кто-то продолжал еще ходить туда, например, перечежив. Точно так же группа «Ликовка», сформированная из Алексея Китаренко, Сергея Королева и Сергея Арсентьева, она выставлялась в библиотеке на Библиотеке 99. Две библиотеки до сих пор существуют, и, как ни странно, в принципе, там даже существует выставочный зал в тех же пространствах. То есть также можно еще добавить, что в этот период становится в какой-то мере популярным задумываться не только о создании групп, а еще о выставочных залах. То есть когда ты уходишь из ДК, то, естественно, тебе надо где-то показывать свои работы. И, соответственно, фотографы постепенно втягиваются в процесс грилейной работы. И вот эта прорица делает выставку абсолютно такую осознанную, номенклатура знаков, по названию серии Алексея Китаренко, номенклатура знаков. Вот можно считать, что вместе с группой так Алексей Китаренко, в принципе, предварил современную фотографию, и можно говорить, что является с родоначальной консульной анестографией, так как эта работа была не просто формальной, а она говорила еще о том, что происходит в тот момент, когда один строй изменяет другой. То есть, соответственно, самое главное, что в этот период люди чувствовали и надеялись, это то, что бюрократия советской власти, она уйдет. И больше это не повторится. Идет переосмысление уже мультиторенко, переосмысление того, что было когда-то. Он еще не почувствовал этот переход, но он уже создает работу, которая дает возможность людям того времени подумать, размышлять о том, а как это было, что такое бюрократия. В действительности, конечно, мы сейчас живем в другое время, и сейчас в какой-то мере чуть-чуть стало легче цель. А тогда кто-то помнит это выражение, часто циркулировавшись среди жителей России без бумажки или что-то как-то другого. Вот, без бумажки есть, соответственно, человек. Работа Бориса Смилова. Видите, какие контрасты? Здесь мы можем говорить о том, что то, что делает Китаренко, это авангард. То, что делает Смилов, это определенные уровни традиции. Понимаете, да? То есть в тот момент вдруг возникает ощущение того, что мир фотографии начинает раскалываться, появляется фотография, которая непонятно зрителю, которая требует от него не только эмоциональных переживаний, но еще и подключение головы, да? Как бы нужно думать, нужно анализировать, нужно стремиться к чему-то, что лежит за, опять же, рамками изображения. Те выводами, которые можно озвучить только через девкурсию. То есть, соответственно, девкурсивная фотография выявляется. Здесь важно еще говорить то, что Ленинградская или Санкт-Петербургская школа фотографий, она существует на основе наставничества или ученичества. И когда мы смотрим работу Бориса Смилова в 88-го года, то, естественно, нам нужно сразу же вспоминать о его ученице, которая жила, дочери Натальи Живиной, которая жила в той же самой квартире, и благодаря Смилову, хотя ей увлекалась живой физиона, увлеклась еще дополнительно фотографией. И вот Мария Сингеревская, это ее работа, в этот период начинает делать, по ее словам, какие-то работы, которые не только ей начинают нравиться, но они начинают нравиться к ее матери и болезни Смилову. То есть они чувствуют в них уже какой-то потенциал. Учение происходит очень просто, показывая работу в вечернем каком-то чаепитии, они смотрят на нее и начинают как-то что-то говорить. хорошо ли постойна композиция, как ложится свет, дает ли возможность вот эта вот работа что-то прочувствовать, или она молчаливо не открывающаяся для зрителя. Еще одна ее работа. Кто знает творчества у Бориса Смилова, тот вспомнит, наверное, тот же самый сюжет, только по воде бежит собака. Их спагией. Они совершенно отличные фотографии, и вот буквально месяц назад была дискуссия, когда говорили, что один человек говорил, утверждал, что работа Смилов по сравнению с работой Смилову никакая. Вот в этом и смысл, что, опять же, если Смилов работает в классическом направлении, если для него собака это эмоциональное проживание, то Смилов скорее работает с формой. Видите эту форму, которая возникает за счет слияния ветви? Она уникальная. На самом деле ее очень сложно увидеть. Но когда ты ее подмечаешь, то она, и показываешь, то она затягивает. Еще в соединении с этой базой, которая там стоит, это скорее решение такой адренализме и классики. Еще одной фигурой, которую невозможно пройти, это Дмитрий Веленский. Дмитрий Веленский – человек, который начал заниматься фотографией в начале 80-х годов. Активно уже увлекся, потом служил в армии, армию он снимал, потом в армии был фотографом. Достаточно разнообразно практику прошел в Москве, в Кремле. И, соответственно, когда он вернулся после депутатизации, он потихонечку становится не только известным, но и, скорее, знаковой фигурой петербургской фотографии. Дело в том, что, когда мы смотрим выставки, то есть весь материал, мы, как правило, говорим не о персональных выставках, потому что там, в фотомагазинах на Минском, на Литейном, это были небольшие выставки по 15, может быть, 20 работ. То есть это не является проектом как таковым. Виктор Белецкий, он работает уже проектно. И снова мы начинаем задумываться, что, я думаю, что и вы задумываетесь, о чем это все? С одной стороны, о городе, но с другой стороны, это сложная техника кантружирования, создания каких-то странных объемов. И фотография из-за некого объекта материального, художественного объекта, она перебудет благодаря артефактам. До сих пор, когда держишь в руках такую работу, то ты не понимаешь, как к ней относиться. Потому что эти рваные края, они соотносятся не только с внутренним изображением, но и с краями самого листа. Это разное тонирование совершенно, это интонация, я думаю, что вы сразу же почувствовали, которое зритель переживает за счет оттенков цвета. Можно сказать, что в какой-то мере, наверное, это продолжение линии ТАК или параллельная линия, которая идет к РУДЛИТАК, но при этом Дмитрий Веленский, тот человек, который, наверное, для Ленинградской фотографии и Ленинградской фотографии первые теоретизируют свою работу. Сейчас мы посмотрим то, что показывает теоретизацию, а как мы прогуливаемся по Петербургу, по каким-то улицам. Они, наверное, не имеют прямого отношения к определенному времени, как вы заметили. Они скорее такое воспоминание о чем-то, как сон, что мы когда-то видели. Возможно, это было, а возможно, нет. В чем-то это с кино как-то пересекается. Опять же это пересекается с тем, что делает Алексей Хитаренко в тот момент, только не номенфлатура знаков, а что-то большее. И вот в 88 году, когда он делает серию на основе, Дмитрий Веленский, на основе фотографий, снятых с начала 80-х по 88-й год, то есть он берет разные изображения. Он может взять, например, какую-то фотографию или негатив из 81-го года и скрапить туда изображение 87-го года. Понимаете, да? Он начинает объяснять, что это такое. Вот там важно обратить еще внимание на такую вещь, что видите, на работе, под работой в Дмитрии стоит три цифры. Это первый год съемки, второй год печати, третий год написания тех, как для кого. Я рад, что эти мальчики сохранились из-за блесков уничтоженных пленок 82-го года. Хотя, может быть, я и обманываю себя, и просто рад тому, что хоть что-то сохранилось из того времени, которое так странно дорого. То есть это работа с темой памяти. На самом деле, в 80-е годы во всем мире актуализируется тема памяти. И одновременно появляется тема архива, естественно, потому что память может быть только личной или еще она может быть коллективной. Так выясняется потом, и в том числе и российские фотографы это как бы осознавать начинают, что коллективная память, кстати говоря, жители страны сразу же практически понимают, там, 95-го, например, года, что коллективная память существует. То есть все помнят что-то, что происходило, что создает общий фон, определенный взгляд на те события. А Венецкий, соответственно, ориентируется исключительно на свою память. Но при этом стоит говорить о чем? О том, что эта память, которую он транслирует до 98-го года, когда регулирует потом в Германию, она интересна практически любому зрителю, потому как он, наверное, один из немногих, если не единственный фотограф, который сумел запечатлеть 80-е годы и начало 90-х годов. Это то, как меняется все, да? Был советский Ленинград и стал вдруг имперский российский Санкт-Петербург. Он ставит вопрос уже сейчас о том, были ли какие-то различия между одним городом и другим. Но, наверняка, они есть, их можно сравнивать. Но самое главное, что у него вторая пересерия показывает, это то, что мы что-то потеряли очень ценное. Забыли просто полностью что-то такое, что уходит, как культура уходит, вместе с людьми, которых забыли на вот этом переходе с 80-х на 90-х. Важным этапом для, опять же, развития фотографии Ленинградской, стала вот эта вот статья «Разговоры с самим собой». Это критическая статья уже Минченко, такой вот человек был, который писал критическую статью, написал критическую статью, действительно критическую. Это не те легкие статьи, которые выходили до этого. На четвертую группу, то есть выставку группы Ленинград. Такая профессиональная группа, я упоминал ее чуть-чуть, но расскажу подробнее немного. Посмотрите, пожалуйста, на эту картинку, на то, что там изображено, то, что видно, естественно, в фотографии. Группы Ленинград была организована в начале 80-х годов как профессиональное объединение, которое хотело создать структуру, равную союзу художников для того, чтобы зарабатывать, опять же, деньги. Как художники, Союз художников зарабатывает деньги? Он получает реабилитацию из центра, из Москвы, и, соответственно, получает заказы, которые раздаются художникам в тот момент, которые выполняют, получают деньги, достаточно большие. Фотографы никогда в жизни в Советском Союзе такие заказы не получали, и, соответственно, любая оплата шла через те организации, в которых они работали. Они получали копейки в конечном итоге. Понимаете, да? Разница. Вот группа Ленинграда была такая попытка сделать профессиональное объединение на уровне союза художников. К сожалению, быстро выяснилось, что ситуация никогда не развернется. Уже где-то к 85-му стало понятно, что Москва не дала разрешение Ленинграду создать структуру первой. И отчасти ответом на эту идею стала организация Союза фотохудожников СССР. Уже в более поздний период, в 89-м году. То есть идея прошла, она как-то сформировалась там и, соответственно, получила дальнейшее развитие. Петербург, к сожалению, остался ни с чем в этот момент. И в 4-й выставке группы Ленинград стало понятно, что те профессионалы, которые участвовали в первых трех выставках, сменились совершенно другими людьми, которые в большей степени думали об искусстве, чем о профессиональной фотографии. Критика была в том, что выставка очень субъективна, очень далека от жизни той, которая вообще происходит. Работа выполнена зачастую не на профессиональном уровне, то есть некачественно напечатана, хотя это субъективно и, опять же, оценка. И она достаточно сильно повлияла на дальнейшие действия группы Ленинграда, потому что после этой выставки больше выставки не происходило больше. И сама по себе организация, исходя из того, что перестройка начала, она просто рассыпалась. Люди начали заниматься другими. Публикация, смело, это вторая публикация в журнале «Советское фото». И, наверное, наиболее интересная, потому что в этой публикации анализируются его работы, а не столько берется у него интервью, как первая публикация про Нидимон. Естественно, уже в тот момент публикация в журнале «Советское фото» — это вторая публикация. Это практически всегда признание на уровне страны. Естественно, через журнал «Советское фото» Ленинград узнает огромное количество фотографов, и он подтверждает через определенный промежуток времени, что он действительно сильный автор, который может делать бесконечно новые изображения. Я думаю, что каждый, кто хоть чуть-чуть увлекается фотографией, занимается, он понимает, что фотографу действительно, по какой-то мере, очень тяжело создавать новые работы. Он работает на доработанных приемах. Про это очень хорошо говорил московский фотограф Валерий Гендеротто, который говорил «Искусство» — это тогда, когда фотограф имеет в своем запасе большое количество приемов. А если у него один-два, тогда это не искусство, а трепетичное. Понимаете, да? Ну, это, опять же, субъективное точное зрение. И вот на уровне того, что мы видим сейчас Милова с его лирикой, появляются публикации про актуальные темы. То есть в конечном итоге таких публикаций становится все больше и больше. Это 89-й, соответственно, год, и вывод войск из Афганистана уже скоро произойдет в 89-м году. А пока рассказывают о тех людях, про которых очень долго ничего не говорили. Это раненые солдаты, которые воевали в Афганистане. И вдруг они становятся знаменитостями. Соответственно, как бы их начинают присловлять. Они выходят на первые страницы. Для них это очень важный момент. А для государства, которое почувствовало за 10 лет войны, что у него действительно возникают проблемы, потому что Афганция – это, прежде всего, поствоенный синдром. Он просто расширяется, расширяется. И, в принципе, уже непонятно, что делать. Хотя, как только помощь психологическая, медицинская, как бы, не начинает оказываться в большем размере, чем до этого, более актуально, то мы выходим на какой-то очень высокий уровень, который, например, чуть-чуть позже предлагают применять американцам, которые начали воевать в Кювейте. То есть это очень высокий уровень борьбы с поствоенным синдромом. Снова перестройка. Как вы видите, совершенно другое. Если до этого момента, до 1989 года, все было хорошо, все происходило на улицах, везде люди говорили, обсуждали дискут-клубы, были различные передачи, то перестройка 1989 года, она связана, скорее, с другими вещами. Начинается, это то, что начиналось еще раньше, то, что спровождало падение Советского Союза. Если так перечислять, то это был Чернобыль, 1986 года, гигантская катастрофа абсолютно неуправимая. Дальше была гибель грузного парохода на Новороссийск, 1986 год, когда погибло огромное количество людей. Дальше было землетрясение в Армении, 1988 год. Это все вот так вот идет год за годом. Мы сейчас, наверное, это даже представить не можем, что для страны это была катастрофа. Одно событие за другим, и они, как и все, масштабные. Забастковки шахтеров на Украине, 1989 год. Ну и дальше там идет вывод из Афганистана, когда, по сути, начали задумываться о том, за что тогда воевали 10 лет вообще, столько погибших и столько искоречено. То есть трагические ситуации. Это все тоже ленинградская фотография того периода. Это Александр Николаев, человек, который многое время был в фотоклубе «Зеркало». И здесь стоит сказать, что в середине 80-х журналисты, ну и как бы первое, по-моему, середине 80-х, журналисты стремились в фотоклубы, потому что они открывали там какую-то новую фотографию. Тогда как с перехода перестройки журналисты начали уходить из клубов, потому что их уже не интересовало тот уровень фотографии, которые мог бы предложить клуб. Жизнь-то была на улице. И, соответственно, и критика идет, что подлюбители просто застряли в этой ситуации, когда они участвуют в каких-то художественных вылифтах, посылают свои работы на конкурсы. Кому это нужно, если все меняется? Еще одна работа Александра Филиппова. Я его выбираю действительно как автора, который вот так вот истреливает радовые фотографии. Этот снимок был выпущен. Один из первых тираж был выпущен открыток Рафаэлем Мангутовым, который к тому моменту начинает интересоваться издательским бизнесом. И он выпускает четырех фотографов. Евгения Мохолева, Александра Филиппова, Сергея Леонтьева и Евгения Мохолева, по-моему. Одновременно культурная жизнь буквально в тот момент выблескивается на улице, потому что всем сейчас известный театр Кеева, главой которого был Адасимский, сейчас является. Они проводили какие-то совершенно безумные акции. И вот недавно я услышал о том, что у них было шестичастовое представление на улице. Вы представляете? Вот они вышли, шесть часов они давали на улице представление. Все желающие могли как бы участвовать в нем, посмотреть каким-то образом, взаимодействовать. А фотографы, естественно, это представление снимают. Такое количество снимков именно театра Адасимского и всех театральных фестивалей, маленьких театров, которые в тот момент возникают один за одним, и выходят на улице. Думаю, что просто поражаешься способности фотографов не столько снимать, но печатать эти фотографии. Они очень распространены. И следующий этап, когда начинают или продолжают работать на темы, которая становится, опять же, очень важной для мировой фотографии и позволяет ленинградским фотографам совершенно спокойно встраиваться в западную выставочную деятельность, попадать в коллекцию западных музеев. Это Людмила Федоренко, еще один член фотоклуба «Зеркало», начинала одна из таких вот, я бы сказал, сюрреалистических картин, чуть-чуть. А здесь она делает проект, который называется «Время, когда меня не было». Чувствуете появилось все? Слово «проект» по-другому не получается. Это абсолютно головная идея, когда человек осмысляет тот материал, который остался от ее родителей и пытается понять прошлое. Прошлое, которое находится в области не близкой памяти, а далекой, когда вообще ничего не понятно. Это 20-30-е годы. Он мог появиться только в это время, потому что именно в этот период активно начинают говорить о сталинских репрессиях, о захоронениях, практически о геноциде над своим народом, вот в это время о незаслуженно забытых людям. Это подплестывает еще тем, что выходит один за другим произведение Служеницына. Соответственно, интересно, все время подплестывается, подплестывается, вот появляется такая сия. Она неожиданно решена, потому что в течение времени она трансформировалась. Это действительно как бы уровень уже не фотографов, как мы вспомним постоянно, не фотографов, а художников, а настоящего художника. Вы видите черно-белые, одновременно и тонированные изображения, вы видите прямые изображения, которые чуть-чуть подточены тресенью, царапинами, еще чем-то, и любительские неудачи, когда одна и та же пленка, например, снимается на один кадр, вертикальный, горизонтальный, то есть появляется что-то такое, что для любителей неинтересно, как бы неправильно является врагом. А тут это начинает выходить. Федоренко одну из первых подхватывает английские кураторы, ее замечают, и она начинает участвовать уже в западных выставках, ее работы буквально включаются в коллекцию различных дверей. про нее пишет такой искусствовед и критик Тейлор, чья книжка про современное искусство, в том числе глава про фотографию, публикуется и издается уже где-то в начале 2000-х годов. И вот эти вот картинки она показывает совершенно самостоятельно в отдельной выставке и становится третьей группой, которая рассказывает фотокубь зеркала уже полностью, потому что она освобождается от любительской ситуации и переходит на следующий уровень. В 1993 году Федоренко эту серию показывает совершенно по-другому. Уже не в фотографиях, а потом печатает работы на пленке, вставляет ее в рамы, пленки растянуты на веревочках, и когда зритель смотрит на такую работу, он сталкивается с мужественностью изображений, в любом случае. Иногда она лежит на окно, иногда лежит на против стены, когда пленка негативно-отбрасывает, точнее позитивно-отбрасывает тени, то есть названий становится все больше, больше, переживаний становится больше, рассматривания больше. И вот здесь стоит говорить о такой еще вещи, что даже в Советском Союзе в фотокубовской системе обычно долго изображение все-таки не рассматривали. Оно было достаточно лаконичным, образным, как называемым, стремящимся к композиционному акценту. То есть как YouTube, по сути. Посмотрел, все понял и все. То, что делает она, Федоренко, приводит к совершенно другой ситуации, потому что эту работу нужно рассматривать очень долго. Мы не можем охватить всех деталей. Они просто выползают в течение времени. То есть если сравнивать, например, с кино, или как бы проводить аналогию с кино, то получается, что длительное наше рассмотрение на эту фотографию может распространяться не линейно, а как-то вглубь. Чем глубже мы погружаемся, тем сильнее начинает работать наша память, тем больше работают воспоминания. Но поэтому ее в тот момент достаточно сильно наценили. Вообще она прикривала фурор, конечно, когда пришли на ее выставку. Понимаете, что на тот момент это первая женщина-фотограф, или художник, лучше говорить, художник, которая сделала концептуальный проект. Большой, с текстом, с описанием. То есть чувствуется, что что-то меняется, совсем радикально меняется. Поэтому ее востребованность была большая. Хочется вспомнить ситуацию вот этой перестроечной фотографии и Сергея Жиркевича, человека, который начал работать в фотографии в студии Литя Холмской, это ДК Цюлюбе. И благодаря различным разговорам и знакомству, и увлечению еще с графическими экспедициями, он начинает ходить штатным фотографом в этнографические экспедиции. Но я показываю не ранний период, а скорее поздний, который определяется в 85-м, 87-м годом. И чуть-чуть утрирую. Вот один из, наверное, из первых таких вот мер, фото-журналистов, снимает серию не очень большую, на 5-6 работ. Про интернат для душевно больных людей в лесу. И его фотографии совершенно потрясающие, потому что они завораживают вот этим сочетанием, да? Как вы понимаете? То ли постановка, то ли это действительно происходило. Узнаете фильм, который... Что-то повернует не то в руку уже. Да, 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 да. И, соответственно, вот это вот как-то сравнение одного лица, другого. Вторая работа, это показывает достаточно большой цикл. Там, ну, если судить по негативам, это очень много. Если судить по фотографиям, это тоже много, порядка ста, наверное, как бы работ, фотографий, которые посвящены знаками и колдунам. Колдунам, колдунам, колдунам. Вот здесь вот вы видите, важно как бы проговаривать то, что здесь изображено, это заговор на моду. Накладывали. Накладывается. Одновременно он снимает в городе, и его работы тоже достаточно формальны. И у них есть всегда какая-то, знаете, чертовщинка. Начинаешь задумываться, что для него как бы вот это вот общение, которое он проводит, в котором он проводит с этими людьми, по видему воздействует. Ну, в принципе, это миссика, да, в какой-то миссии, о чем я говорю. Продолжает работать в этот период и Сергей Фарин, который относится к неофициальной культуре, и продолжает снимать вот такие вот вещи. В основном для петербургской фотографии, да и вообще для фотографии советской, это, знаете, такая метафорическая фотография, да, когда, в принципе, мы здесь видим просто агенты, но в конечном итоге каким-то образом их должны осмыслять и проговаривать для себя. Снимает он обнаженную натуру, экскрементируя с ним, то есть не обычный разговор о эротике, теле, а скорее здесь идет разговор о трансформации тела, о том, что с этим телом происходит. И, наверное, самое важное, что происходит, ну и одно из важных, что происходит в ленинградской фотографии, в это время это съемка рок-концертов. Вот тот рок-клуб, который был, он, естественно, к 89-му году уже перешел на коммерческие основы, рок-клубы стали выступать по всей стране, в Москве, разъезжать по гастролям. И в этот момент появляется достаточно много каких-то очень неизвестных фотографов сейчас, потому что многие из них эмигрировали, кто-то, соответственно, больше не занимается фотографией, бросил. И вот здесь идет речь о таком фотографии, как Андрею Куплявцеву. Андрею Куплявцеву, ну, наверное, сейчас практически ничего о нем не слышно, хотя в тот момент он делал такие замечательные снимки. Мне кажется, что в какой-то мере современном фотографу, снимающем на концертах, можно у него поучиться. Он очень экспрессивен, как бы, и вообще в тот момент, на мой взгляд, фотограф чувствует ту свободу, которая есть у музыкантов. Она настоящая свобода, потому что можно делать все, что только тебе приходит в голову. Нет никакого и уходит вот эта вот внутренняя самоцензура, заложенная государством. Следующая, это репродукция из журнала «Советское фото», современная фотография России, 90-й фото. Здесь стоит сказать, что впервые в 90-м году теоретик вот такого уровня, как Валерия Стегнеев, из густавовец, уникально хорошо знающий российскую фотографию, он пытается каким-то образом осмыслить, что вообще происходит в ней, какие направления в ней есть. Вот он, цитату прочитаю вам, идет стремительное расширение тематических границ и обновление фотографического языка. Возникают, первое, социальная фотография, субъективный фотодокумент, традиционное направление, предмет и форма, метафорическая фотография и авангардная фотография. Первая попытка осмыслить, во что же это вывелось в конечном итоге, когда свобода уже дает возможность работать в различных направлениях. Вот цитатуальная фотография, это фотография проблемная, это показ таких язв общества на тот момент. Субъективные фотодокументы, это то, чем занимаются фотокутурцы, вот из фотоклуба «Зеркало», это когда они фотографируют на улицах, но уже это не жанр, а скорее то, что связано с повседневностью. В повседневности гораздо большее значение имеет сам по себе человек, то, как он выглядит и то, как он себя ведет в тот момент, когда он не осознает это. Соответственно, фотограф ловит те моменты и, показывая фотографию, всегда ставит перед зрителем вопрос о том, а вообще такое бывает, это не я, хочется сказать. Мы вообще так себя не ведем, но по факту фотография видит совершенно другое. То есть происходит как бы отрыв реальности и субъективность очень высоко возрастает. В то же время, в 1989 году, или вот эта предыдущая статья, она соприкасается с выставкой событий, которое произошло в Москве, в Большом Манеже. Это 150 лет фотографий. Это большой праздник, там было около 1000 работ представлено, совершенно разных. Люди приходили, стояли в очереди, видно там, как очередь стоит. Это высокий уровень популярности фотографии. Сейчас такого нет и, по-видимому, мы никогда уже его не достигнем на таком уровне. Все хотят увидеть, как отражается вот эта вот жизнь, которую снимают фотографы, и ее разнообразие. И снова напоминаю, что Стегнеев развивает фотографию на разные направления, и, например, вот в этой статье мы видим публикации, опять же, московских и ленинградских фотографов. Обратите внимание, вот эта работа, это Мангутов, это Далина Лукьянова, московских фотографов. Это тоже работа Мангутова. Они разные по их стилистике, но тоже любопытно, что в этот момент, например, 80-х, конца 70-х и 50-х годов для ленинградской фотографии играет очень важное значение Достоевский. И очень много иллюстраций к произведениям Достоевского фотографы делают. Но точно так же Мангутов снимает серию Петербурга-Достоевского, так просто и называем. По сути, снимается один район только, район Голуб. И тут же есть фотография снимок Александра Герца, о котором мы практически не говорим, потому что он тоже относится к молодому поколению фотографов, начинающих работать именно в конце 80-х годов. Его роль в иконографии, например, Пушинской 10 настолько важна, что даже как-то невозможно себе представить, сколько он сделал для этого. Потому что всякие события снимал геймер-художников, и это всегда серия. Он тоже был склонен немного к сюрреалистическим психологическим портретам. Вот этот снимок скульптур Гуров, она одновременно как раз включает в себя юлиоризм, связанный со скульптурой и с психологией, связанной с самой личностью художника. В то же время в ленинградскую фотографию начинают приходить, как я уже сказал, как Игорь Бухин, который приезжал снимать рок-клуб, начинают проникать люди, которые приезжают из других регионов и живут здесь. Одним из таких авторов был Евгений Язов, который снял, по сути, начало зарождения такого направления, как новый актемизм. И плюс еще художников, молодых художников, которые жили и работали на Пушкинской 10. Мы здесь видим художников Кашевохова, Каспояна из группы кино, Гумьянова, художник и музыка группы кино. То есть группы людей, которые нам и сейчас какой-то менее интересны, потому что они стояли как бы в основе новой жизни, как бы культуры новой жизни вот этих переходных периодов 80-90-х годов. Почему приходило вот это взаимоприметновение? Дело в том, что, ну, кто-то, может быть, слышал, а наверняка большинство не знает, что к 90-м годам постепенно, в регионах, особенно Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, медленно начинает сворачиваться промышленность. Там очень высокие уровни безработицы, и, соответственно, еще межэтические конфликты возникают, и люди начинают потихонечку оттуда бежать, бегут в Москву, в Ленинград, туда, где еще что-то сохраняется, и, соответственно, где можно получить работу и хоть как-то выжить. На самом деле это трагическая ситуация. Вот Едугей Ниязов в этот момент ездит к своему сыну, к своим друзьям, да, и проводит здесь по полу года, постоянно там снимая, работая над темой. Когда ситуация выпрямилась, он возвращается в Павлодар, где, по сути, является образующим для Павлодарской школы фотографии звеном. Вот. Лев Шестейников. Здесь очень важно говорить, что Петербург — это не только вот эти вот события, но еще и политика. А политику Петербург вошел благодаря Савчаку, Анатолию Савчаку, в котором, как бы, снималось достаточно много различных историй. И вот одна из них — это Лев Шестейников, если кто-то помнит, это выходец в шестидесятых годах императорской фотографии. Он был в начальный период членов фото-группы ВДК, а потом переехал в Москву, и вот достиг достаточно большого уровня и известности. И он снимает фотоэссе и фотоочерк про Анатолия Савчака и Бея дома. Достаточно мощный, сейчас интересно смотреть, потому что, например, на правом кадре мы видим Ксению Савчак маленького. Видно, да? Это вот так вот мы задумываемся, как фотография еще сохраняет эту историю. Стоит здесь еще упоминать, опять же, фотоцентр, который очень много сделал для развития фотографий, для поддержания фотографий в Ленинграде в тот период, и вообще для пропаганды фотографий. Потому что, на самом деле, чем занимался фотоцентром? Фотоцентром на первом этапе занимался экспортом литовских и латвийских фотомастеров, делая из них коммерческие выставки, на которые ходили люди. В основном это было НЮ. Ну и, соответственно, литовцев все не очень любили, а как бы латвийцы снимали это НЮ. Это было прибыльное занятие. К 90-м годам фотоцентр в конце 80-х прекращает эту коммерческую деятельность, и начинает дорабатывать чуть-чуть по-другому. Сбирает выставки и играет всех фотографов. Павел Маркин тоже участвовал в нескольких этих выставках. Они всегда сборные. И, соответственно, вот сейчас идет отбор работ на следующую выставку или показ портфолио. Здесь мы видим такие неизвестные фигуры. Вот как я говорил про фотографа Рока, который сейчас неизвестен. Так и здесь мы видим Алексея Талантюгина. Он вот здесь ставит достаточно известная личность на тот момент. В 90-х годах он довольно-таки активно работает. Это Евгений Камский. В большинстве случаев у фотографов этого периода судьба печальная. Вспомним Сберова. Можно вспомнить Евгения Камского, который точно так же погиб от алкоголизма. Эта ситуация перехода, она на югородскую фотографию влияла очень тяжелую. То есть, как бы практически выбивала. С одной стороны, клубы, когда закрылись, больше не было полохадейки. Соответственно, снизилась выставочная деятельность. Была потеряна среда. Так происходило практически по всей стране. С другой стороны, то, что люди делали, пытаясь участвовать в конкурсах за границей, неинтересно было уже западному зрителю. Потому что как-то советская фотография в тот период стала глубоко социальной. А как известно, социальная фотография, она плохо воспринимается. Она не является искусством. Ее тяжело переживать. Ее тяжело смотреть на чужой пол. Интересно, но тяжело. И после того, как выставки собирались в фотоцентр, они по сути экспортировались с границы. Таким образом, например, вышел альбом о ленинградской фотографии, о котором практически никто не знает, в ВДР. Который совершенно случайно был привезен Александру Гитаеву через, по-моему, 15 лет после того, как он был издан. Ни один автор об этом не знал. Естественно, фотографии, скорее всего, продавались, реализовывались, оставлялись там. Как бы это была обычная практика. Кто-то за них получал деньги или просто, возможно, съездить за границу бесплатно все оплачивать. Это 90-е годы. Чуть-чуть позже, в 90-м году, фотография возвращается. Именно возвращается, потому что в конце 70-х, начале 70-х, Владимир Антольченко уже начинал заниматься любительской фотографией. А вот в 90-м Овна уже настолько громко заявляет о себе, что, опять же, он получает публикацию в советском фото. Здесь довольно-таки любопытно, потому что вы, наверное, все видели работы Владимира Антольченко. Интересно задумываться о том, что он снимал в начале. Вот как бы его среда вещей, среда Петербурга, она была настолько обострена, что, в общем-то, он не снимал ни людей больше. Его не интересует, в принципе, архитектура. Скорее, ему интересует то, что он озвучивает постоянно уже в 90-х годах. Это то, как человек меняет архитектуру. То есть то, как среда влияют на архитектурные объекты, как она изменяет их, соответственно, руками человека. И как в какой-то мере это фантастически выглядит для нас. Он настраивает свое зрение на такие вещи, и нам становится в конечном итоге интересно смотреть на них. Это действительно высокий уровень искусства, хотя Антольченко продолжает говорить, что нет, как бы я не занимаюсь вообще искусством. Я занимаюсь обычной фотографией, я фотограф, профессионал, я делаю то, что я могу и то, что вижу, то, что я знаю. Но первые его работы, они были совершенно другого характера, потому что, насколько я так помню, они были обучающими, интерактивными. Когда ты смотришь на какой-то архитектурный объект и видишь там горшки с цветами на подоконнике, то ты думаешь, естественно, о среде, о жизни людей. Но потом причитаешь, и вдруг подпись, и вдруг понимаешь, что подпись тебя заводит в области архитектуры. Архитектура – это специальный техник, который тебе обязательно требуется расшифровать, потому что, если ты его не знаешь, ты никогда не поймешь. Иногда это юмористично звучит, и ты считываешь его, иногда нет, и раскрывается. Александр Китаев. Наверное, мало кто себе может представить, что Александр Китаев в период, опять же, начала 90-х годов, в 90-м году снимает митинги и демонстрации. Это для многих в действительности любителей и бывших любителей абсолютно осознанное действие, потому что становится понятно, что что-то протекает рядом с тобой, ты даже участник этого события, но ты не в состоянии осмыслить, что же это такое. И до сих пор многие говорят, что это какое-то странное время, когда всего было много, все выходили куда-то, куда-то шли, против кого-то голосовали, за что-то голосовали, и при этом непонятно вообще, как это происходило. Важно еще посмотреть на лица этих людей и этого времени. Вот здесь ельца туда, Горбачеву нет. Все понятно. Скоро будет путь. Вот эта фотография, она абсолютно не про демонстрации, но здесь очень важно то, что она включается в этот красный день календаря, то есть когда демонстрации происходили в выходные и в празднике, и, соответственно, то, как люди проводят этот выходной, как красный день календаря. Но я всегда смотрю и думаю по поводу таких работ, что она не раскрывается. То есть кажется, что эта фотография могла быть снята когда угодно, то есть на протяжении десятилетий, 70-х или еще когда-то. Если бы не вот эта надпись «Видеозал» с расписанием показов. Это характерно для того времени. Это отдых, да, как бы действительно отдых. Можно пойти и посмотреть в отдельное помещение фильм по видеонам и шафону, да, как бы по телевизору по видеонам и такому. И, соответственно, каждый сеанс был какой-то свой фильм. Это развлечение. Еще один Петербург Достоевского, это Вадим Егоровский, профессиональный фотограф, который в 90-х начинает сотрудничать с ГИОПом по защите, описанию старых знаний, которые имеют культурную ценность. Начинается все с очень простой вещи, с топора, да. Топор Раскольникова и Егоровский, в отличие от Магутова или от Белова, который тоже снимал топор, он адектируется исключительно на очень небольшом участке Петербурга. Это место около Сенной площади, там три моста идут подряд, четыре подряд, как бы. Вот в этом месте, как бы, все действие его не происходит. Это топор, который он видит совершенно случайно, и он его тревожит. По сути, он является отправной точкой ко всей семьи, потому что этот топор он увидел в подъезде, на лестнице Раскольникова, да, кто-то его оставил. Естественно, он не мог пройти мимо него, там было очень темно, он его вынес, сфотографировал на улице, а потом вернул обратно. Так и является фотография. То есть, по сути, это и есть субъективный документ. И еще одна работа из этого же цикла, посвященная Петербургу Достоевского. Снова демонстрация. Вот они начинают перемежаться одна за другой. Обратите внимание, как они держатся, какие у них лица и за что они, или против чего они. Седьмое ноября – день национальной трагедии. Так что можно только смотреть Википедию, а что было в Санкт-Петербурге в такое-то время, понимаете? Потому что это было бесконечно. Что-то происходило. Это единый фронт, да, люди сплочены. Как недавно в интервью говорил Йозеф Бугратис, что литовцы были сплочены в момент 1991 года, они были готовы протестовать и идти против всего чего угодно, включая танки. Память народа и его нравственность. Лозунги совершенно разные, они уникальны. Шало пришло, они не сохраняются или сохраняются только на фотографиях. Потому что действительно их делали на какой-то один демонстрации, и после этого они исчезали. И снова мы как бы раз и перескапиваем в совершенно другую область. Как будто мы находимся на качелях и, соответственно, качаемся между документалистикой, даже футорепортажем новостной фотографии и художественной фотографией такого высокого уровня. Это Валерий Потапов, фотограф рок-глуба, делал огромное количество отложек для различных рок-групп. Сейчас продолжает достаточно успешно работать, но вот в конце 80-х годов он начинает и продолжает заниматься фотомонтажами, достигая какого-то совершенно невероятного качества, из-за чего его работы напечатаны в очень-очень небольшим тиражом. И на сегодняшний момент практически все проданы в музее, и просто у него их нет. Восстановить их невозможно, либо он только использует цифровые копии и показывает их. По уровню Валерий Потапов равняется Джерри Ульсману, американскому фотографу, который занимался фотографией в районе 70-х, 80-х годов, даже 60-х, 80-х годов, начало 50-х. Потапов, естественно, не так известен, но это очень высокое качество, когда не видишь вообще стыков, не видишь ничего, но все как бы быстрее. Его тема – ВИЧ «Петербург», который он использует в качестве, манипулируя с ним, как бы играя, использует в качестве социальной фиктики, опять же, советского строя, а потом уже российского строя. То есть у меня здесь две фотографии, а вообще серия достаточно большая, нужно попробовать набрать и посмотреть его работы, что-то, может быть, найдется. И одновременно этот человек, он был дружен с группой ТАК, хотя ушел из группы гораздо раньше, чем группа ТАК, год на 3, наверное, и человек, который построил вторую, наверное, или первую, можно говорить, первую такую коммерческую, успешную галерею интерфотогалерею. Здесь написано «Футогалерея», вас приглашают в «Футогалерею». История газет, которая вышла достаточно большим тиражом, распространялась членами этого сообщества. А вот все они там изображены, и почти все. То есть там Виталенко, там Матвеев, Шнерсон, Потапов, Игнатьев, Феликс Симонков. Кто-то даже из вас наверняка, может быть, встречал этого фотографа Феликса Симонкова «Футогалерея», который продавал свои коллажи, которые он делал в восьмидесятых, продолжал делать дальше. Все было, по-моему, 20 долларов. 20 долларов, как коллаж, в любом выбирайте. Таким образом, фотографы выбирали совершенно разные стратегии по продвижению. После футогалереи, по-моему, как раз Симонков начинает заниматься продажей своей фотографии. Еще был такой бильдар, который продавал свои фотографии в магазине книги «Светеористический стран», около арки главного штаба. По сути, они таким образом продвигали свои работы. И вот у Симонкова, известно сейчас, что за 20 долларов ему очень много работ находится в двух очень серьезных частных коллекциях за границей. Потому что он уникален, как творец. Они все разные в этот период. У каждого, действительно, своя технология, отношение к фотографии. И то, что делала галерея группа так, которая объединила вокруг себя еще своих друзей по созданию галереи, которую они построили год с 89-го по 90-й год. Представляете, все выходные, все праздники они проводили в этой галереи и, соответственно, двойной силой ее построили. К сожалению, галерея работала не так долго. Она проработала чуть-чуть меньше года. И в конечном итоге ее затопило, наводнение. После чего галерея решила завершить свой бизнес. Но группа так, как отдельная, как видите, в этой галереи, они сделали одну выставку групповую. Нет, или две выставки. Все-таки. Так это хорошо. В газете есть реклама группа так. Их трое есть. Здесь в феврале 90-го года выставка «Второе искусственное дыхание дал укроп в пиццу лады» и завершается первоначальный этап деятельности группы. Здесь написано. В принципе, это такая историческая газета. Как газета издавалась? Буквально вчера Виталий Шнерсон рассказал, что в этот период многие заводские многотиражки подавали свои номера за эти большие деньги, выходные дни, например, любому желающему и любой желающий мог выкупить эту газету, напечатать тираж по типографии и потом, соответственно, распространять ее. Так она и выявилась. Сколько осталось экземпляров, неизвестно. Видите, нужно как бы посмотреть. Это реклама, опять же, свойственная для галереи и для пропаганды. На самом деле, группа «ТАК» и сообщество «Интерфотогалерея» понимали, что подсознательно, наверное, понимали, что очень важно выходить за границу. Поэтому одной из выставок была выставка финского фотогалера Лампинина, с которой могли бы говорить о периоде ее Ленинград. Дверея находилась около станции метро «Прижевальского», на полице «Прижевальского», на около станции метро «Синая площадь». И, как я уже говорил, действовала, по сути, постоянно. Но это ее и стало проблемой, потому что Галерея должен только находиться, а это нереально. Но вот этот вот документ показывает, или это статьи, он показывает, насколько все спланировано. Уже в тот момент они предлагали любые выставки на экспорт всех членов. «Пожалуйста, берите, они готовы, набирайте и устраивайте где угодно». Еще раз повторяю, что это первая коммерческая галерея в тот момент Ленинграда и Санкт-Петербурга. То есть, то, соответственно, короткие географии каждого члена зеркала, только осетились в Манковках без изображения, а все остальные себя представляют. Емкая информация в газете, но, в принципе, достаточно поверхностная, потому как это рекламная газета, созданная для того, чтобы в какой-то мере подстегнуть интерес к галереи. Все члены отмечают то, что проблема собрать, например, зрителей, на выставку всегда существовала. И это одно из важных дел для маленьких групп. Сергей Королев, как я уже говорил, это один из членов группы «Лиговка». Группа «Лиговка» тоже вот в этой галереи, которую она уже присвоила себе, на тот момент провела порядка пяти выставок тоже за этот период. Следующая «Простота и лаконизм» — это публикация еще про одного фотографа, тоже фотографа Рока. Про него еще больше интересно, потому что сейчас он живет в Европе, участвует в различных конкурсах фотографических, получает какие-то награды, то есть продолжает заниматься фотографией, вошел в значимое, достаточно значимое издание. Для нас он целен, наверное, тем, что, опять же, он, снимая рок, еще снимает культуру. И вот это вот абсолютно неизвестное на данный момент фотография Тимура Новик. Андрей Чежин, хотя он был членом группы «Лиговка», он продолжал заниматься и своей собственной деятельностью. На мой взгляд, одна из лучших в России 1990-го года, которую он делал на домостроительном комбинате, где работал профессиональным фотографом и, соответственно, приглашал рабочих сотрудников комбината, предлагал делать вот такие вот фокусы. Его исследование человеческой натуры, потому что он как раз в этом смысле работает вот в этой серии, с кредитным опытом. Его тактика была очень простая. Например, он брал шарик надувной, воздушный, и давал людям в руки, и, соответственно, снимал их. И от того, как они держат этот шарик, становилось понятно, кто они такие. То есть можно было подумать. Кто-то держит его осторожного, боясь его порвать еще что-то, кто-то наоборот возжимает. То есть совершенно потрясающе. Мы можем посмотреть просто здесь разнообразие приемов, с которыми работал Андрей Чешин, а это и Аскраска. То есть еще раз повторяю, в тот момент не было границ, они были сняты. Было понятно, что внутри, например, российские фотографии эти работы никому не нужны. Зато уже во второй половине 80-х, только перестройка открыла границы, поехали иностранные коллекционеры и кураторы, которые с удовольствием использовали работы российских авторов и советских авторов, потому что они приезжали практически везде, и городских авторов в том числе, для создания совершенно разных экспозиций, которые говорили практически всегда об одном и том же, как фотографы, как художники боролись с советской властью. Это было очень важной такой интенцией, поэтому она в 95-м году сформировалась полностью, но одновременно, как это ни странно, в 92-м все практически фотографы отмечают снижение спроса на советскую фотографию, на тематику. Это зима Подгоркова, это пуч, вы видите, да, снята с крыши. Для меня такая икона этому пуче, портрет девушки на крыше. Там справа Малининский дворец, внизу масса народу, ожидания. И еще одна фотография Китаева, достаточно интересная, это вот 91-й год, абсолютно точно, потому что это событие в Литве, как регенерации выражают свое отношение к ведению тангора. Рок-концерт, это Александр Филиппов, мы давно его не видели, его работает, но здесь не представлю. Видите, в этот момент как-то странно, вот это обвинение приводит к очень большим массам, все эти митинги, люди чувствуют себя частью организма, и фотография очень хорошо показывает и запечатляет это. И еще один снимок Филиппова, это 91-й год, и становится понятно, что ситуация начинает меняться, то есть это самое такое неприятное время, это то, что журналисты показывают через пустые витрины магазинов, как бы говоря, потому что нечего было есть, еще что-то, некая такая безысходность. Ничего на самом деле не убирается, еще вот эта вот характерная, весна такая промылка была, когда все тает, никто не скалывает этот лед, нет стоков, и снова чешен. То есть здесь очень важно развитие одного человека показать, потому что кто-то начинает вороваться вперед, это действительно так. Сначала это была группа так, и параллельно чешен ввел совершенно свою отдельную программу, как бы все время придумывая и делая какие-то сети. Вот тот же 90-й, 91-й год, Рама Хари Кришна, то есть приходит эти религии, свободное их хождение здесь, еще один митинг не к Ельцину. Чувствуете? Недавно только приветствовали, а сейчас уже все, все закончилось. Как быстро течет время, как быстро меняется ситуация. Именно поэтому это время абсолютно не понять до конца. И еще один автор, который приехал из Казахстана, Виктор Ильдим, человек, который за свою жизнь получил около ста наград на художественных выставках и конкурсах. Совершенно невероятный диапазон, включая выставки в Соединенных Штатах, где российскому автору очень тяжело было выбрать профессионализм. Вот его фотография при уникальной сделанности. То есть настолько красивый, настолько идеальный, что даже по репродукции можно увидеть, по печати все очень выглядело. Ну и еще стоит ваше внимание обратить на то, что мы смотрим сейчас опять черно-белые фотографии. Наверное, сейчас это все выглядит очень грустно, очень печально, благодаря тому, что что-то происходит в обществе. Сила, например, чувствуется заново погружение в какую-то печаль, черная тональность возникает. Вот и Ильида реагирует на это, это не красивый опыт, но все-таки это что-то, связанное с изменением, которое происходит в обществе в тот момент. Снегиринское развитие идет очень серьезное, и в 1991-м, как-то ее выставки уже персональные, начинают показывать и на Москве, и за границей, она активна и снимает практически не только натюрмор, и пейзаж, но и жанровые сцены. Овец Погорков, вернувшийся в Ленинград, а потом в Санкт-Петербург, снимающий поэтов, литераторов в тот момент, потому что работает тот литератор, пока тот не сгорел. И это Геннадий Григорьев. Последняя публикация «Зеркало», которая изменилась, по сути, это завершение всего. Все закончилось, больше ничего не ожидается. Как я уже сказал в начале, количество фотографов резко снизилось, и «Зеркало», 30 активных членов перешло к этой странному, абсолютно количеству, из которых мы сейчас знаем практически всех, и Евгения Мухарева, и Людмилу Иванову, и Людмилу Топорину, всякие Подпоркова. Кто-то из них известен, кто-то нет. Вот это вот традиция театральной фотографии постополочной, справа – Леонтьев, слева – Рец. Это характерно для того периода работы с театральной фотографией Реина. Фаны Алисы, снимок Николаева, еще один снимок и публикация. Событие, которое происходит бесконечно, это Баку, то, что возвращается и осознается военная тематика, потому что скоро, в принципе, будет уже Чечня, напряжение растет внутренне, внутри страны. И, видите, вот мы дошли, по сути, вообще уже до конца. Здесь мы смотрим просто, что это публикация 1991 года, последний номер, двенадцатый, Евгений Мухарев. Ныне известный фотограф, в тот момент он стартовал такими снимками. И в завершение я чуть-чуть прыгаю, потому что нужно было прокомментировать, почему Дмитрий Веленский, человек, который определил развитие фотографии на будущее, человек, который создал, по сути, третью галерею, фотографическую галерею или частную галерею, он съездил с теми работами, которые я показывал в Соединенные Штаты, продал, заработал денег, снял на улице Санкт-Петербурга, на Петроградской квартиру, где у него была мастерская, одновременно галерея, в которой он показывал тех, кто, по его мнению, выжжет в этой тяжелой гонке конца 80-х, начала 90-х годов. Тех, кто занимался искусством, но не документалистикой. Одной из первых экспозиций в этой галереи в августе 93-го, из тех, что сохранились каталоги, был Андрей Чешин с выставкой персональных и объектов. А последний, не последний, точнее, да, последний, после чего галерея снова закрылась, они не долго существовали, вот, максимум, да, потом деньги заканчиваются у Веленского, он съезжает с этого места. Была выставка известного ныне фотографа украинского Бориса Михайлова «Я – не я». Это единственная до сего времени выставка Бориса Михайлова в Санкт-Петербурге. Он не очень любит о ней вспоминать и это и пишет, но по факту это так. Вот помните о том, что Дмитрий Веленский показывал очень высокую фотографию, потому что он всегда чувствовал как-то поле фотографического искусства и потенциал его, и, соответственно, вытягивал то, что интересно было бы увидеть. И вот тут вопрос как зрителям или специалистам, потому что на самом деле все эти выставки, которые приходили на Павлинске, в основном были узкой, средовой ситуацией, которую все друг друга знали, и, соответственно, все друг друга любили, не любили, но никуда не могли деться. Еще раз повторяю, что в 1995 году в Санкт-Петербурге проходило 5-7 выставок КОП. Все эти фотографы знали друг друга как свои пять пальцев. Вроде очень дружили между собой, но в то же время кто-то не общался, но при этом они все друг друга знали. И еще стоит сказать, что, видите, вот эта выставка Бориса Михайлова «Я не я» проходила в тот момент открывалась, когда в Москве был второй путь 1993 года. Это было очень символично, потому что это совершенно расколола уже ситуацию, и снова фотографы, которые собрались на открытие, они очень жестко переживали эту ситуацию. Вместо того, чтобы смотреть выставку, они сидели на кухне, где был собранный стол и слушали радио. Транзистный приемник, все повторилось как в 1991 году, только это было не в Санкт-Петербурге, а в Москве. На этом, по сути, и заканчивается этот период, а дальше начинается новая эпоха. Спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.